Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я сегодня хочу поговорить с вами о том, когда и для каких типов деятельности нам целесообразно применять игровые формы вовлечения в деятельность. Если описать вкратце то, о чем я хотела бы поговорить, то по большому счету начнем мы с того, для чего и когда целесообразно применять игровой модуль. Затем я попробую остановиться на уникальных свойствах игровых интерактивных технологий и их ключевых факторах успеха. Также расскажу про ключевые ограничения метода и про трехчастную структуру интерактивных форм, которые мы считаем наиболее целесообразной при организации такой деятельности. Ну и в завершение несколько слов будет о том, с какими проблемами сейчас сталкивается развитие этой деятельности и почему так сложно и с другой стороны интересно находить людей, которые могли бы этим заниматься. Собственно, когда целесообразно применять интерактивные игровые модуля. Есть четыре типа деятельности, для которых однозначно такой вид организации вовлечения и проведения является максимально оптимальным. Это организация групповой мысли деятельности, это ситуации, в которых необходимо погружение в новый тип деятельности или каким-то образом модификации существующего, это диагностика компетенций и их оценка и, соответственно, это разговор о ценностях общих либо новых для определенной группы. Также существует в принципе четыре, ну три градации разного рода и степени интерактивности. Для организации групповой мысли деятельности наиболее целесообразно применять интерактивные форматы и сессии. Для погружения в новую или усовершенствования текущей деятельности более целесообразным является организация модельных игр, в которой мы, собственно, эту деятельность и моделируем. Для разговора о компетенциях уже возможно применение как модельных игр, так и более продвинутой ролевой формы. И для разговора о ценностях максимально применимым является сама ролевая игра. Какие у нас уникальные свойства интерактивных форм и почему они являются одной из самых интересных и передовых технологий? Во-первых, игры и интерактивные формы обладают очень мощным энергетическим потенциалом, который заряжает и сплачивает группу. Эта активность позволяет в силу высокого градуса взаимодействия и новизны самого формата достаточно хорошо и качественно раскрепостить участников, создает общие для них смыслы и на выходе из подобного рода форматов люди чувствуют мощный заряд на продолжение этой деятельности в дальнейшем. Во-вторых, игра в принципе обладает достаточно низкими барьерами для входа. Мы все когда-то были детьми и для детей игра является одним из самых легких способов познания и усвоения действительности. Соответственно, и применение этих форм не требует никакой специальной подготовки. Участники вспоминают очень быстро о том, как они были детьми и очень легко и игриво вовлекаются в формат. Этот формат позволяет использовать метафору и разговаривать с людьми, привлекая, используя другие смыслы, другие ситуации, другие сеттинги, в которых можно за счет переноса и новизны находить какой-то совершенно нетрадиционный взгляд на то, чем ты занимаешься. Это также добавляет и качество самому процессу, и качество результатам, которые мы получаем на выходе. С другой стороны, несмотря на то, что игры и интерактивные формы – это некая модельная действительность, опыт, который получают участники, он максимально приближен к жизни. И поэтому можно с определенным допуском говорить, что этот опыт в жизни потом и применим. Говорить это можно потому, что игры и интерактивные формы позволяют в общем виде переносить опыт, полученный в игровой реальности или в смежных видах деятельности, в ту, ради которой мы, собственно, всю активность и затевали. При этом еще одно немаловажное свойство интерактивных форм – это то, что цена ошибки у нас достаточно низкая. И в тех ситуациях, когда нам нужно протестировать нечто, находясь в ситуации полной неопределенности, если мы тестируем это не в реальной жизни, тратя там реальные ресурсы и реальное иногда достаточно продолжительное время и силы группы, в игровых, в модельных условиях мы можем протестировать это, условно говоря, дешево, можем ошибаться не боясь и за счет отсутствия страха ошибки опыт становится максимально релевантным и применимым. Ну и вишенка на торте, игровые форматы – это интересно, это нечто новое, это всегда запоминается и обладает таким ароматом веселой и очень драйвовой движения. Ключевые факторы успешного применения интерактива. Можно разделить, условно говоря, по группам тех, кто ее организует, либо в ней участвует. Есть факторы, которые необходимо обеспечить в случае, когда мы говорим про группу, то есть про самих участников интерактивной формы. Во-первых, они должны понимать, что происходящее значимо. Так как мы уже говорили, что форма-то игровая и игривая, необходимо, чтобы участники четко понимали, что они не совсем играют в игры, а занимаются одновременно достаточно серьезным и важным делом. При этом необходимо обеспечить раскрепощенность группы, потому что только когда она не зажата и выходит за рамки своих привычных ролей, лучше всего получается извлечь смыслы и получить адекватную активность. Необходимо сделать так, чтобы группа доверяла ведущим, потому что это очень важный фактор. Ведущие являются де-факто теми людьми, которые задают форму и удерживают процесс целостным, и поэтому определенный градус доверия между группами и теми, кто проводит модуль, он необычайно важен. Необходимо завести в группу достаточно высокую степень взаимного уважения к участникам, к ведущим и к тем правилам, до которых мы договорились на входе, потому что именно соблюдение правил и взаимное уважение, оно и позволяет удержать активность в фокусе и сделать ее целостной. И у всех участников очень важным является наличие базового навыка рефлексии. Ровно этот навык и позволяет потом делать выводы из того, что с нами происходило в игре, и переносить этот опыт в реальную жизнь и в другие типы деятельности. В части ключевых факторов успешно созданного модуля хотелось бы отметить, во-первых, максимальное соответствие проблематики, то есть модуль игровой либо интерактивный, который создается для решения определенной проблемы, он должен под эту проблему и строиться. Необходимо при дизайне этого модуля выбирать те инструменты, спектр которых достаточно широк, которые максимально соответствуют решению задачи. Нужно учитывать и строить проведение модуля таким образом, чтобы тайминг был сбалансированным, чтобы люди не уставали, имели возможность расслабиться. И для этого важно использовать чередование разных типов деятельности, потому что ровно при смене деятельности человек отдыхает от одного, тем временем погружаясь и занимаясь другим. Очень важным элементом также является качественная упаковка модуля и насыщенность его не только умозрительными, но и какими-то предметными конструкциями. Потому что, к сожалению, когда мы будем говорить об ограничениях, я еще об этом скажу отдельно, основная форма проведения интерактивного модуля или игр – это разговорный жанр. Наличие предметов, с которыми можно взаимодействовать, фиксация каких-то моделей именно на уровне тактильном, предметном, именно деятельном, а не только разговорном, также очень сильно добавляет впечатлений группе и качество контента, который мы получаем на выходе. В части проведения важно заблаговременно подготовить всех участников, важно иметь достаточно оптимизированную по составу микрогруппу, которая участвует в интерактиве. И потому что от качества людей, которые вошли в группу, зачастую впрямую зависит качество контента и качество тех выводов, которые мы делаем на выходе. Для ведущих важно установить хороший контакт с группой, хорошо и качественно управлять динамикой во время ведения и на выходе обеспечивать тот самый мостик между игровой деятельностью и реальной жизнью, ради которого все и затевалось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...